Святый Боже, святый крепкий, Святый снег и помилуй нас. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня восьмая наша встреча из цикла передачи по курсу Патрологии. Радость христианина – ежедневное чтение Священного Писания Малого Завета и Святых Отцов и Учителей Церкви. Теперь эту радость духовной жизни мы можем разделить в передаче Патрологии. В прошлой программе мы закончили читать Гидохе – учение Господа народом через 12 апостолов. Продолжим читать ранее христианские изворения мужей апостольских. Несколько передач посвятим знакомству с текстом Первого Послания Святого Климента к Олимпфинам. Климент I. Год смерти 97-99 или 101-й. Апостол от 70-й. Четвертый епископ Папа Римский. Согласно официальной хронике Католической Церкви с 88-го или 90-го по 97-й или 99-й год. Один из мужей апостольских. Широко почитался в Киевской Руси. Почитаем в православии как один из первых христианских проповедников в русских землях. По преданию, около 98-го года был создан из Рима Инкерманский каменолом, район современного Севастополя, где проповедовал и встретил мученическую смерть. Память в православной церкви 25 ноября по юлианскому календарю, в католической церкви 23 ноября. Под именем мужей апостольских подразумевается в истории церкви ряд церковных писателей из эпохи непосредственно после самих святых апостолов, или точнее конца 1-го, начала 2-го века. Некоторые из них, вне всякого сомнения, были учениками или самовицами апостолов. Святой Игнатий, Святой Климент, Патрия Рапольский. Другие выдавали себя за таковых, всех до Варнава. Произведения их являются непосредственным продолжением апостольских трудов, в особенности посланий, или же носят несколько апокалиптический характер, так называемый пастырь Ерма. Но по своему содержанию и по мыслям они далеко выступают апостольским. Их пастырско-увещательный характер во многом выступает по своему стилю посланиям апостола Павла. Не имея полета мыслей и диалектики апостола языков. Круг идей и интересов в них значительно более плоский, чем у апостола. В числе писаний апостольских мужей в науке изучаются святой Климент Римский, так называемый псевдо-Варнава, пастырь Ерма, святитель Игнатий Богоносец, святой Поликарп Смирнский и папий Ираторский. Итак, Коринфянам послание первое святого Климента, епископа Римского, глава первая. Церковь Божия, находящаяся в Риме, Церковь Божия, находящаяся в Коринфе, званым, освященным по воле Божией через Господа нашего Иисуса Христа, благодать вам и мир от всемогущего Бога через Иисуса Христа доумножится. Внезапные и одно за другим случившиеся с нами несчастья и бедствия были причиной того, братья, что поздно, как думается нам, обратили мы внимание на спорные у вас дела возлюбленные и на неприличный и чуждый избранникам Божиим, преступный и нечестивый мутеж, которые немногие дерзкие и взакомерные люди разожгли до такого безумия, что почтенное, славное и для всех достолюбезное имя ваше подверглось великому поруганию. «Ибо кто, побывавший у вас, не хвалил вашей всеми добродетелями исполненной и твердой веры, не удивлялся вашему трезвенному и кроткому во Христе благочестию, не превозносил вашей великой щедрости в гостеприимстве, не прославлял вашего совершенного и верного знания, «Во всем вы поступали в милицию приятных, ходили в заповедях Божьих, повинуясь предводителям вашим и воздавая должную честь старшим между вами. Юношам внушили скромность и благотрестойность, жен наставляли, чтобы они не делали с неукоризненную, честную и чистую совестью, любя как должность своих мужей и учили их, чтобы они, не выступая из правила повиновения, пристроенно распоряжались домашними делами и вели себя вполне целомудренно». Глава вторая. «Все вы были смиренны и чужды тщеславия, любили более подчиняться, нежели повелевать, и давать, нежели принимать. Довольствуясь тем, что Бог дал вам на путь земной жизни, и, тщательно внимая словам Его, вы хранили их в глубине сердца, и страдания Его были пред очами вашими. Таким образом, всем был дарован глубокий и прекрасный мир и ненасытимое стремление делать добро. И на всех было полное излияние Святого Духа, полные святых желаний, с искренним усердием и благочестивым упованием вы простирали руки свои ко всемогущему Богу и умоляли Его быть милосердным, если вы в чем невольно погрешили. День и ночь подвигом вашим было попечение о всем братстве, чтобы число избранных Его спаслось добродушией и единомыслием. Вы были искренними, чистосердечны и не помнили зла друг на друге. Всякий и нетеж и всякое разделение было вам противно. Вы плакали о проступках ближних, их недостатки считали собственными. Не скучали делать добро, готовые на всякое дело доброе. Будучи украшены такой добродетельной и почетной жизнью, вы все совершили в страхе Господа. Его повеления и заповеди были написаны на скрижалях сердца вашего. Исторических свидетельств о клинике сохранилось мало. Возможно, именно будущий епископ упоминается апостолом Павлом в послании к филиппийцам, 4 глава, 3 стих. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благоествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Тертулян сообщает, что Климент Римский был рукоположен святым Петром. Иеремий Иоаннский упоминает Климента как современника апостола. Согласно Евсевию, Климент был предстоятелем в Римской Церкви с 92-го по 101-й годы. Согласно православному житию святого Климента, написанному на основе ранних христианских источников, он происходит из знатной римской семьи. Вскоре после рождения Климента, 30-е годы проживания Христового, его мать и два брата отправились по морю из Рима в Афин. Попали в храмы крушения, выжили, но потеряли друг друга. Мать Климента, оплакивая потерю детей, осталась на одном из островов Восточного Средиземноморья. Малолетние же братья оказались в Иудее и были там усыновлены. Через некоторое время отец Климента отправился разыскивать пропавших членов семьи, решив не возвращаться в Рим, пока не отыщет их. Климент же взрослел в Риме, изучая науки и скорбя о пропавших родственниках. Ни языческая религия, ни философия не могли дать ему удовлетворительного ответа на вопрос о том, что происходит с людьми после смерти. Когда Клименту исполнилось 24 года, он услышал о пришествии Христа в мир и решил узнать подробнее о его учении. Для чего он отправляется на восток? В Александрии он слушал проповеди апостола Варнавы, а в Иудее нашел святого апостола Петра, принял от него крещение и присоединился к его ученикам, среди которых оказались и пропавшие братья Климента, и неузнанные. Продолжим следующие передачи. Есть возможность записать на ваш диск передачи по патрологии, а также весь цикл передач при истории Русской Церкви. Звоните мне и пишите смс, обсудим вариант доставки диска. Буду рад услышать и прочитать конструктивные замечания. Телефон 962-506-84-42. Если у вас после передачи появилось желание взять в руки какое-либо светоотическое творение, то цель передачи достигнута. С вами был партиерий Владимир Привоваров. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok